так раздражает когда постоянно высокий кортизол вот он действительно бесит когда поднимается спонтанно и ты уже думаешь что дефицит или какая-то другая проблема или возможно ты съел что-то с антибиотиками или у тебя опять проблемы с инсулинорезистентности в общем ребята кортизол поднимается у многих но виду разных причин химическая вода тревожность бывает дефицит и в общем много моментов которые влияют на выработку кортизола многие люди подвергаются воздействию высокого уровня кортизола и еще сами провоцируют это то есть насмотрится видео наслушаются блогеров и я сама с этим сталкивалась и поэтому я записываю вам это видео первое бывает несколько причин и моментов влияющих на кортизол бывает его слишком много а бывает его мало когда он не вырабатывается и вот это прям беда то есть слишком много кортизола это плохо и слишком мало это тоже но я расскажу вам про самые базовые простые вещи когда клетки страдают от нехватки кортизола надпочечники начинают вырабатывать все больше и больше кортизола теперь в организме много кортизола но он не работает из-за этого возникают все возможные проблемы воспаления проблемы со стрессом со свесом с тревожностью депрессия жиром этом этим ужасным жиром на животе как я его не люблю симптомы поликистоза потеря костной массы и соответственно метаболический синдром на что повлиять если кортизол на себя первое это конечно питание я уже вам 100 песен спела про низкоуглеводную диету про достаточное количество белка про пробиотики при биотике но этого мало иногда нужно добавить лакрицу куркумин иногда нужно добавить это зеленый чай который влияет на выработку вы не знаете может быть там у вас острицы может быть у вас там дисбактериоз какая разница нужно засунуть как говорю в себя внутрь какую-то релаксовую бомбу которая повлияет на мозг потому что в состоянии высокого кортизола вы просто разрушаете себя и разрушаете окружающий мир поэтому если вы чувствуете что кортизол поднялся возьмите куркуму возьмите лакрицу возьмите это еще раз мощный фитонутриент он понемногу но регулярно значительно снижает уровень кортизола и таким образом вы очень очень сильно будете легче переносить трудности высокий кортизол от перепадов сахара бывает добывает ребята столько моментов бывает не поверите наверно поверите и за рулем бываете и в местах где не идеальное питание бываете и бываете где недостаточно свежести воздуха и бывает пьете воду которая с химией бывает и пластик все это бывает и у меня тоже бывает я же человек и соответственно вот эти способы они точно работают попробовать если у вас высокий кортизол не давайте себе кофе и не давайте себе сахар кортизол будет еще выше также как и инсулин давайте 5 я вас люблю